Иерархия времени. Точка божественного единства. Читает Лора. Я прошу откликнуться иерархию времени. Да, мы слушаем тебя. Я хотела бы продолжить с изучением времени и управления им. Мы готовы дать тебе информацию, если ты готова принять ее. Я попытаюсь. Вы объясняли, что время нелинейно, а все точки пространства связаны друг с другом. Можно ли об этом поподробнее? То есть я хочу понять, как течет время. У нас говорят, время течет, а на самом деле? На самом деле время и стоит, и течет одновременно. В вашем мире разделение сознания на индивидуальность есть разделение всех процессов. На начало и конец. И на последовательность. На самом деле все это иллюзия разделений. То есть твоей энергии не хватает пока охватить все точки пространственно-временного континуума. И поэтому твое сознание и рассматривает их последовательно, как линейную связь. Готова ли ты объять все движения себя в пространстве сразу? Не готова. Поэтому твои движения в пространстве воспринимаемы тобой последовательно. Но смотри. Представь, что ты одновременно движешься во всех направлениях из некой точки. И каждое твое движение есть одновременное движение во всех направлениях. Сразу во всех возможных. То есть во всех направлениях вокруг нуля и плюс и в минус? Да, конечно. Во всех одновременно. То есть ты в каждой точке пространственно-временного континуума движешься во всех направлениях одновременно. однако твое сознание не в состоянии это воспринять, вернее твоя память не в состоянии вспомнить об этом, а ты не можешь это осознать. Поэтому все одновременные движения тебя, твоих тел и твоего сознания в твоих телах, происходящие во всех направлениях одновременно, воспринимается твоим сознанием постепенно, по очереди, так сказать, линейно, то есть ты по очереди постигаешь каждый из векторов движения и называешь это прошлым, настоящим и будущим. Означает ли это, что прошлое есть одна из веток моего движения, которые происходят одновременно с настоящим? Да. И будущее тоже. Далее ты делишь все твои движения в пространственно-временном континууме, твои одновременные движения, как вероятностные ветки прошлого, вероятностные ветки будущего. А настоящее? А настоящее и есть движение. Ты в настоящем есть точка ноль, из которой начинаешь движение. Понимаю. Поэтому и говорят, что нужно быть сознанием здесь и сейчас. Да, это стартовая точка. Ведь если ты находишься сознанием в состоянии здесь и сейчас, то из этой точки ты можешь обозревать все свое прошлое и будущее. Все, что вы называете вероятностными ветками. А если ты находишься сознанием на этих ветках, когда твое сознание линейно изучает одну из этих веток, ты не можешь обозревать другие ветки. Не можешь вспомнить их. Проще говоря, и поэтому не можешь и путешествовать во времени. Я не понимаю. Я делаю какой-то шаг в пространстве, и это становится настоящим. А та точка, которая была ранее, становится прошлым. Получается, что точка ноль все время перемещается из прошлого к настоящему? На самом деле не так. Это иллюзия движения. Помнишь, тебе говорили, ты не движешься, а мир движется вокруг тебя, вокруг твоего сознания. Буквально, картинки, иллюзии развиваются вокруг твоего сознания. И слово «вокруг» тоже неверно. Потому что они развиваются внутри твоего сознания, как лента кинофильма. А ты, истинная, неподвижна. Когда ты неподвижна, и когда твое сознание неподвижно, оно находится в состоянии здесь и сейчас, в нулевой точке. Когда же твое сознание начинает приводить в движение иллюзию пространственного разворачивания, то оно выходит из точки ноли, начинает свое движение одновременно во всех направлениях. Вернее, неподвижное сознание разворачивает вокруг себя и в себе иллюзию восприятия, создает энергетические конструкции. Вспомни о реке бытия, на реке движения. Не река движется, а двигаются берега. Сознание неподвижно двигаются иллюзии сознания. Но сознание есть просто энергия, часть энергии Бога. Поэтому я не понимаю, что значит двигаются иллюзии. Меня учили, что сознание из пластичной энергии мира создает картинки иллюзии. Но все же это есть одна и та же энергия. Да, которая одновременно и двигается, и находится в неподвижности. Научитесь не разделять процессы. Все во всем и все одновременно. Ты смогла понять, что означает все во всем. Теперь нужно сделать следующий шаг. Все одновременно. Каждый твой шаг, каждое твое движение меняет все пространство, то есть совокупность точек пространства. И каждое твое изменение меняет все точки пространства одновременно. И так все люди, вы говорите обо мне, как о едином божественном существе, тогда я понимаю, что если я себя осознаю единым божественным существом, то есть первотворцом, то я каждым своим движением меняю все коды пространства, меняю все точки пространства, поскольку нахожусь одновременно во всех точках пространства. Но если я только часть этого единого божественного существа, проходящий индивидуальный опыт, вот как я могу менять все точки пространства других таких же частей Бога. Учись не разделять. У вас это именуется парадоксами. Но все мироздание парадоксально с вашей точки зрения. Именно так, как сказано. Твоя точка зрения, то есть только точка, где находится твое сознание, ты выделяешь эту точку из пространственно-временного континуума и идентифицируешь ее для себя как отдельную. Но таких точек бесчисленное множество, и сейчас ты воспринимаешь только часть этих точек как отделенное сознание. Ты, так сказать, проходишь часть пути, но все равно это все одновременно нельзя разделять. Вернее, разделение не даст в совокупности пространства и времени. Меня учили, что каждый из нас творит свои иллюзии. Иллюзии каждого человека похожи друг на друга, но все же отличаются. Они накладываются друг на друга как своего рода капельки реальности, и тогда проступает общая иллюзия для человечества. Как это описать во множестве реальностей? Это как раз и есть краткое описание. Ты одновременно находишься во всех точках пространственно-временного континуума и меняешь их своим восприятием. В каждой точке пространственно-временного континуума ты пересекаешься со всеми. В данных точках и происходит наложение капелек. То есть наложение капелек реальности это не наложение листов, на которых находятся похожие изображения, а наложение точек пространственно-временного континуума. Я спрашивала насчет того, что движение происходит одновременно из точки ноль в минус и плюс. Это означает мир и антимир или это означает прошлое и будущее? Что означает мир и антимир в твоем понимании? То есть вы хотите сказать, что у меня имеется некий зеркальный двойник в антимире, темный двойник? Да. А почему тебя это удивляет? Потому что я не сталкивалась с ним. Ты сталкиваешься с ним постоянно. Другого невозможно. Все твои темные проявления и есть действия твоего двойника в антимире. И есть ваши соприкосновения. Значит, получается, что я как единое многомерное существо, находящееся в зоне дуальности, с сознанием нахожусь одновременно во всех точках пространственно-временного континуума, то есть и в мире, и в антимире, и в обеих частях мироздания, и выстраиваю свои иллюзии, восприятия, проявляюсь одновременно и как темная, и как светлая сторона. Но почему я не совершаю каких-то темных действий? Моя темная сторона проявляется, конечно, но не так сильно, как светлая. Ты выбрала вспоминать это. То есть, я выбрала не развиваться к свету, а просто не помнить о своей тьме. Ты придаешь этому нравственный оттенок. Ты многомерное существо, которое существует во всех, так сказать, направлениях и во всех точках пространственно-временного континуума. Почему ты не должна развиваться в область минуса, то есть антимира, как ты говоришь? Потому что мы все стремимся к Богу, а Бог есть свет. Так нас учат. И поэтому я стремлюсь к Богу, то есть к свету. Ты знаешь, что Бог есть все. И минус, и плюс является проявлениями Бога, но это восприятие отделенности. Сознание того и другого есть божественное сознание. Целостное божественное сознание. Поэтому ты стремишься не к свету, а к равновесию и соединению плюса и минуса света и тьмы, чтобы из точки равновесия развивать все свои точки творения. Нам рассказывали, что мы сначала проходим темные уроки, потом светлые уроки и история развития человечества также это показывает, что есть некое движение от тьмы к свету буквально. То есть были средние века, а сейчас все же век просвещения. Ты опять разделяешь. Средние века существуют одновременно с веками просветления. Но твое сознание и сознание человечества пытается постигнуть их постепенно. Почему именно в такой последовательности от невежества к просвещению? Почему не наоборот? И то, и другое. Ты слышала о югах, которые описывают цикличность развития мироздания? И в вашей природе также это наблюдается. То есть сон и пробуждение, ночь и день, зима, весна, лето, осень. Вот именно. Почему же никогда осень не наступает после зимы? А именно в такой последовательности. Значит, эта последовательность существует везде. Я имею в виду рождение, детство, юность, зрелость, старость. Это и есть движение к смерти? Разве природа не многомерно? Природа, разумеется, многомерна. Но менее многомерна, чем ты. Как это можно понять? Ведь во всем есть подобие. Ты есть более совершенное существо, чем природа. Конечно, ты часть природы. но ее объединяющая часть. Ты шире природы, многомернее. Твое сознание более расширенное. То есть ты можешь воспринять большее количество точек пространственно-временного континуума одновременно. ты более совершенное сознание, чем растение или животное. Это понятно. Это и есть расширение восприятия от отделенности. Это и есть уровни развития божественного сознания, как нам говорят, от первого уровня до двенадцатого. Но ведь все это тоже линейно. Или все существует одновременно. Это означает, что я уже существую и на тринадцатом уровне. Там разворачиваю себя, разворачиваю свои люди. Там ты существуешь пока в потенциале. То есть там ты пока нулевая. Смотри, есть божественный ноль, который содержит все потенциалы. Это так сказать спящее сознание или непроявленное сознание Бога и твое непроявленное сознание. Далее это сознание начинает себя разворачивать в разных характеристиках, в разных кодах светимости. То есть пробует свою мощность. Можно сравнить это с лампочкой, которая развивается от малюсенькой лампочки в мощный прожектор. То есть учится пропускать через себя все большее напряжение. В лампочке уже есть вся мощность прожектора, потому что электрический ток одинаков и в лампочке и в прожекторе. Но различается только мощность этого тока. Та мощность, которая способна принять и пропустить через себя эта лампочка. Сама лампочка также есть этот ток, этот свет, но пока что он осознает себя отделенной лампочкой, которая учится пропускать через себя все большее количество тока его мощность. Ты на тринадцатом уровне это прожектор, мощность которого ты еще не освоила, а пока ты как лампочка на третьем уровне плотности и уже на четвертом осваиваешь мощность четвертого и пятого уровней. теперь предположим эту аналогию. Представь себе лампочку не имеющую цоколя, но ее подключение находится у нее в центре, и поэтому она испускает свет во всех направлениях одновременно. Но твое сознание может охватить только отдельные частички этого света, отдельные кванты этого света и рассматривать и изучать их постепенно, создавая тем самым иллюзии прошлого и будущего. Далее представим себе уровни пространства как круги вокруг лампочки. И тогда ты поймешь, что движение света до твоего сознания 12 круга есть просто твоя мощность. Сейчас ты не очень мощная лампочка, поэтому твой свет рассеивается так сказать при отдалении от источника света, от центра лампочки. Но постепенно наращивая свою мощность ты сможешь освещать все большее пространство и таким образом достигать 12-13 и далее уровней сознания и расширения твоего сознания. Но важно понять, что твой свет проникает во все точки одновременно. и центром этой светимости являешься ты. Тогда как понять всех других людей в этой аналогии? Если все есть такие лампочки, то как мы пересекаемся своей светимостью? Как я меняю точки других и что означает все во всем? Трудно описать тебе суть в линейных понятиях. В вашем мире не существует таких приборов или таких светильников. Центр светимости у вас один. То есть центр, из которого разворачивается твоя светимость один, единый с каждым человеком. Это и есть точка абсолютности сознания и есть точка я есть присутствие как вы говорите. Но каждый разворачивает свою светимость по-разному. Представим некую конфигурацию лампочек. Пусть каждый из вас создал лампочку своего сознания и по-разному ее развивает. То есть расширяет ее и увеличивает. Тогда в некоторой части ваши лампочки лампочки всего человечества пересекаются. Но некоторые из вас уже расширили свои лампочки, увеличили их объем и поэтому уже выходят за пределы соприкосновения с лампочками сознания других людей. И в той части, которой они выходят за общие границы, человечество их не понимает, потому что не осознает. И если еще представить все это в множественной конфигурации, то можно получить примерное представление о самом процессе. Как отличается время в мире и антимире? Антимир есть полная противоположность, зеркальность. Соответственно, все противоположно, все наоборот, все зеркально. Когда у тебя время равно нулю, то в антимире оно не равно нулю и наоборот. Что это означает? Для меня. То есть для меня как части, для моей личности. Ты как личность являешься лишь одной из траекторий движения всего многомерного сознания. А существует еще множество траекторий развития из божественного нуля. То есть, если мне говорили, что когда-то я проходила темный опыт, а теперь наигравшись во тьму прохожу светлый опыт, то это линейное восприятие. Когда ребенок учится, он еще не может управлять своим вниманием полностью. Вы учитесь управлять своим вниманием, своим сознанием, и поэтому вам рассказывают постепенно в той форме, в которой вы способны это усвоить. На самом деле ты одновременно как многомерное существо проходишь все опыты, все траектории движения и развития твоего сознания, то есть вектор развития сознания и все пространственные временные реальности, все вероятностные ветки реальности, как вы это называете. Это означает, что свободы выбора не существует? если я на самом деле везде, то не из чего выбирать. Свобода выбора существует в том, как развивать эти траектории, как перемещаться по ним сознанием, по этим вероятностным веткам. А как же антимир? Мне говорили, что там свободы выбора не существует. Да, потому что твой зеркальный двойник как бы зеркалит все твои движения в мире, но с противоположным знаком. Это разновидность свободы выбора. И если ты принимаешь себя как единое существо, то осознаешь, что не может не существовать свободы выбора. Просто антимир создан как зеркальное отражение мира и поэтому подобен твоему отражению в зеркале. Имеет ли твое отражение в зеркале свободу воли? У нас есть множество фильмов, рассказывающих, как отражение в зеркалах начинает жить собственной жизнью и стремятся уничтожить реальные отражаемые объекты. Понимаю, что все эти фильмы также не случайны. Значит, такое имеет место быть? В ситуации переполисовки сознания, когда из антимира ты проявляешься в мире, а из мира соответственно проявляешься в антимире, вы как бы меняетесь местами. Это и есть попадание в ад? Можно назвать это и так. Но все это есть ты единая. Но пока ты не способна это вместить и развить. Пока мощность твоей лампочки наращивается так сказать светом наружу, а не светом вглубь себя, в другой портал себя, в минусовой портал себя. То есть в этом фильме реальный человек убивается его зеркальным двойником и таким образом реальный человек как бы рождается в антимире, а не его зеркальное отражение проявляется и живет в мире. Да, это смена полярности, следствие твоего решения поменять свою полярность, попробовать иначе. Ну как если бы ты поворачивала цветок на окне разными сторонами к свету, чтобы все его ветки росли одинаково. И это тоже твоя свобода выбора, ибо ты не есть твоя личность, а ты гораздо шире, и твоя свобода выбора существует в гораздо более широком смысле, чем ты это понимаешь. Вы имеете в виду ту историю, как на заре мира часть сущности из-за антимира проявилась в мире, и таким образом создалось нечто среднее, так сказать, соединение или сумеречная зона, что на самом деле это означает. на самом деле это означает, что вы своим сознанием создали для себя зону пространственно-временных линий, где ты и твой зеркальный двойник существуют одновременно в симбиозе, некую третью зону. И как же все это существует одновременно? Все во всем и все одновременно. как точка сознания, проходящая свое развитие в зоне дуальности, ты существуешь сразу в трех состояниях черном, белом и сером. Но если ты перейдешь из зоны дуальности в другие точки своего развития, другие векторы, там будет уже не реальность, а квадральность, то есть один плюс два есть три. Три точки три уровня. То есть один плюс два есть три? Три точки три уровня? Нет. Факториал это сложнее всех цифр в вашей линейной математике. Квантовая математика несколько иная. Два уже содержит единицу. Три уже содержит и единицу и двойку. А минус три содержит минус единицу и минус двойку. А как же это все объясняется во мне? Минус один это просто зеркальная единица. Минус два это есть зеркальная двойка. А минус три есть зеркальная тройка. Поэтому минус три уже содержит три. А значит содержит два и один и минус два и минус один. и все это объединяет ноль. То есть я смогу соединить себе положительную и себя отрицательную только в точке ноль. Ты правильно поняла. Именно поэтому у вас существуют такие понятия как положительные и отрицательные качества. Точка ноль точка божественного единства соединяет все это. И разница лишь в том сколько ты можешь находиться в этой точке. И сколько уровней ты можешь охватить из этой точки. То есть когда твое сознание движется по шкалам восприятия в минус или в плюс ты есть отделенное сознание. Твое сознание линейно и не осознает себя отделенным. Потому что находится на одном из векторов движения сознания. Но если ты находишься в точке ноль в точке абсолютности в точке я есть присутствие то ты способна соединить в себе минусы плюс способна воспринять свои минусы и плюсы. Но твоя мощность разворачивания есть степень охвата бесконечности. То есть от точки ноль во всех векторах развивается бесконечность и ты делишь их на векторы плюс и векторы минус. Но если ты фиксируешься на одном из векторов или следуешь одному из векторов своим сознанием ты становишься личностью и не способна объять бесконечность. Но если ты находишься в точке ноль то можешь попробовать обозреть бесконечность во всех направлениях сразу поэтому вас учат состоянию ноль то есть погружению себя в равновесие поскольку движение по векторам так увлекло вас что вы забыли о своей истинности о точке абсолютности точка абсолютности и точка я есть присутствие одно и то же практически да потому что одно вмещает другое абсолютность есть непроявленность а я есть присутствие называется так потому что является проявленностью божественного сознания в точке абсолютности первотворец есть просто проявление точки абсолютности а мы все есть части его но точка абсолютности и точка я есть присутствие практически одно и то же можно сказать что они совмещены значит для того чтобы научиться управлять временем мне нужно научиться возвращаться в точку абсолютности в нулевую точку чтобы проявляться в другой временной линии я имею ввиду путешествие во времени ты можешь путешествовать и иначе если знаешь временные коды то есть пространственные временные характеристики или коды и тогда воспроизведя сознанием этот код ты проявляешься в другом пространстве в той точке пространственно временного континуума то есть ты уже существуешь во всех точках пространственно временного континуума одновременно но фиксируешь так сказать свое личное сознание на той точке и ты, как личность, исследуешь ее. Тогда непонятно, в чем смысл. Если я есть одновременно везде, зачем мне проходить опыт разделения и личного восприятия только на определенном векторе движения моего сознания? Таким образом, ты собираешь мозаику мира, все тончайшие нюансы восприятия, так сказать, не теряешь ни капли океана, проживаешь качество каждой капли, ибо качество капли отличается от качества океана. У вас есть эффект синергетичности, когда сумма частей дает не просто сумму, а более глубокий результат, качественный скачок. Теперь посмотри на это наоборот. Более качественный результат слагается только из суммы частей. Целое невозможно без частей. Понимаешь? Если нет частей, то нет и целого. Целостность восприятия может быть только, если сложить части. То есть, изначального целостного восприятия не существует, что ли? Да, это уже некое другое восприятие, которое не раскладывалось на части и не собиралось в целое, как эффект синергии, но целое, собранное из частей, есть некое другое целое. Вспомни алмаз, собранный из осколков. Он дает гораздо большее количество граней переломления света, чем исходный алмаз, который не делился на осколки. Благодарю вас за информацию и уроки. И мы благодарим тебя за стремление к познанию себя. Мы готовы помочь вам с освоением своей божественности. Вы и мы едины. Тогда еще вопрос. Мы сейчас рассматривали меня и человечество. Но если все подобно, это означает, что я существую и в вас, и вы есть я. Мы и вы есть единое божественное существо. Это означает, что я могу своим сознанием дотянуться до ветки реальности, любой сути мироздания и до вашей тоже. У нас нет такого понятия иллюзии, как у вас. Это свойство вашего мира. Мы развиваемся несколько иным образом. То есть мы как бы есть само время. Но время – это точка пространственно-временного континуума, код. Да, мы и есть такие коды. Наше сознание есть свойства этих кодов. И поэтому в моменты перехода из кода в код ты соприкасаешься с нами и с нашим восприятием. И каждый из вас. Но ты говоришь о сутях, которые тоже разворачивают свои пространственно-временные характеристики в других вселенных. И, конечно, расширяя свое сознание, ты сможешь охватить и их пространственно-временные параметры. Это есть, например, путешествия не только по прошлым жизням, но и путешествия по мирам и галактикам. Это и есть твое расширение. Но не все сознания в мироздание идут пространственно-временным путем. Кроме того, и в самом пространственно-временном континууме есть сути, которые развиваются в пространстве без времени и во времени без пространства. То есть вы как раз развиваетесь во времени без пространства? Да, ты правильно уловила. Я благодарю вас. И на сегодня, наверное, достаточно до связи. Мы всегда слышим каждого из вас. Ведь вы и мы одно. Потому что еще мы с вами постоянно совмещаемся в кодах пространства и кодах времени. Поэтому каждый раз вы вспоминаете о времени, вы вспоминаете о нас и призываете нас. И мы с вами. Спасибо. 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 . Спасибо.